Всем привет! Я долго думала записывать ролик на эту тему или нет, но вот он наконец-то сделан. На него меня подтолкнули всякие хейтерские комменты, которые не то чтобы меня задевают, скорее с них угорают. Но есть ведь люди, которые ведут себя не так, как я. Поэтому я решила просто поболтать немножко об этом. Прежде чем начнем, я хочу сказать, что на фоне у меня спидпейнт с моей Брис. Это ежегодная перерисовка, точнее с этого года она будет уже ежегодной. Я там один год пропустила, но неважно. Изначально я хотела записать ролик по типу того, что у меня уже был, типа Draw This Again. И просто поговорить ни о чем или про Осов, но он не особо зашел, так что я решила, что не буду записывать на эту тему. Но если вам интересны такие форматы, напишите, может быть в будущем подобный ролик залетит все-таки. Ну ладно, давайте тогда начнем. Мое отношение к критике такое. Вас не просили, не стоит писать об этом. Если вас попросили, то все. На комментарии типа говно сделай все заново, это конечно вообще не критика, это уже хей. Поэтому, когда пишите критику, делайте ее нормальной. Я лично не люблю, когда мои работы критикуют вообще, поэтому очень редко прошу об этом. И я вижу большинство своих проблем сама. Просто скилла, чтобы их пофиксить, у меня не хватает. Я рисую очень много и часто, так что скилл по-тихому у меня растет в любом случае. А значит в будущем эти ошибки я смогу исправить. Поэтому и критика мне не нужна как таковая. Другое дело новички, которые еще просто не видят своих ошибок. Но еще раз, вас не просили, не стоит писать. Возможно там человек очень нежный, скажем так, и его заденут ваши слова, даже если вы написали все спокойно. Просто не стоит, он вырастет все, сам поймет так скажем. Казалось бы, все так просто. Но очень много людей любят что-то написать и в конце добавить. Блин, без обид, мне так-то все нравится. Ну, ощущение, что он свою ответственность снимает с себя и перекидывает на меня. Типа, не я сказал херню, а вот ты сам такого-то обиженка, это твои проблемы. У меня в паблике есть одно правило. Критика под постами запрещена, она вся будет удаляться. Но если вы хотите, то можете написать мне ее лично в ЛС. Сделала я так по одной простой причине. Лично никто не хочет писать. Все стесняются или там какие-то свои другие причины. Но пару раз мне писали критику даже в ЛС. Мини-старитайм. Писация вообще забавная, по моему мнению. Мне в ЛС написала девочка с критикой, типа, так и так, арт вышел плохо. Анатомии никуда не годится. Исправьте, типа. Я выслушала, ладно, ок, насрать. Ее работы тоже были далеки, конечно, от правильности и идеала. И объективно говоря, она рисовала хуже меня. Но я не стала ей про это, естественно, говорить. Потому что то, что мне не нравится ее арта, не дает мне права так и отвечать. Поэтому я просто промолчала и все. Я не люблю критику, но не посылать же ее. Я ведь, типа, сама написала это правило. Пишите в ЛС, да? Значит, она все сделала верно. Так что вы просто спокойно разошлись, но, естественно, обид у меня небольшая осталась. Но проходит пару месяцев, у меня уже выросли подписчики, и вот эта же девочка пишет мне с предложением затрейдиться. Скилл ее не изменился, если честно, да и человеки злопамятные. Будь там критика нормальная, а не такой, как она написала, грубой. Я бы реально забила бы, и если бы скилл меня устроил, я бы затрейдилась. Но, естественно, трейдиться сейчас я с ней не стала. Кстати, недавно она вновь мне предложила трейд, и я все еще ее динамлю. Критика и хейт в Ютубе вообще отдельный пункт. В ВК или инсте люди почти не пишут такие вещи. Они никого не оскорбляют и не критикуют. Просто потому, что там чаще всего их реальные страницы, или же рабочие для рисования. Никто не хочет портить себе репутацию, все ведь логично. Но на Ютубе все не так. Чаще есть страница рабочая, с которой никто вообще ничего не смотрит. И вторая, просто сделана, чтобы смотреть видочки. И вот люди просто не чувствуют ответственность за свои слова. Мол, я вот фейк, и чем мне будет? Могу тебя послать на три буквы, а что ты мне сделаешь? Да ничего, братан, не будет тебе, ничего я тебе не сделаю. Можешь много пиздить, кину в бан и забью на тебя. Все очень просто. Честно говоря, я за всю свою жизнь столько хитерских комментов не видела, сколько увидела за пару месяцев введения двух каналов. Не обращать внимания просто не получается. Просто потому, что я предпочитаю читать все комментарии по максимуму. Вдруг я пропущу что-то важное или интересное. А как известно, все хитерские комменты находятся в гизу. Просто как вот спускаешься, когда листаешь ленту с комментариями. Причем эта хрень коснулась не только меня, и Перпин тоже. Ну то есть, если бы такое писали только мне, был бы хоть какой-то повод задуматься. А так сразу видно, что людям просто нечего делать. И так понятно, что взрослый человек просто пролистает видео, которое ему неинтересно. Так что комментарий от агрессивных школьников просто норма уже. Недавно мне под моим видео написали, что у меня типа плохой лайн, а у Перпин он лучше. И сразу возникли вопросы, а нахуя ты мне это сюда написал? Зайди напиши ей, мол ваш лайк мне очень нравится. Вот и получается, что человеку как-то пофиг какой у меня лайк. Ему просто захотелось написать этот коммент и все. Я, кстати, тоже пару раз прилетала похожая из серии. Вот у Бриз, а у тебя вот так... Ощущение, что люди пытаются нас просто поссорить или что-то такое. Типа, конечно, у меня что-то лучше, а у меня что-то другое лучше. Это нормально. Блин, мы же разные люди. Вас не заставляют смотреть сразу два канала. Можно смотреть одного художника. А можно вообще никого не смотреть. К чему эти драмы вообще? Так что с недавних пор мы решили, что мы не будем, естественно, отвечать на хитерские комменты вообще никак. То есть, конечно, читать их придется, потому что мы листаем все комменты. Но теперь полный игнор. У нас даже было не давно ситуация, когда нам даже пришлось забанить одного человека. И это, кстати, самый первый наш человек и пока что единственный в бане на всех трех каналах. Он написал, какой наш контент говно, как он ему не зашел. И мы такие подумали, ну ладно, пофиг, пусть будет этот коммент. Естественно, мы не удаляем никакие хитерские комменты. Нам больше что, нечем делать, что ли, в жизни. Но он начал писать людям, которые писали нам, типа, слова поддержки, какие молодцы. Он, типа, писал, фу, вы что смотрите, это говно, у вас там проблемы в жизни, что ли. То есть, начал приставать к нашим подписчикам. И мы просто решили забанить этого человека. И как-то так. В общем, какой вывод можно сделать? В общем-то, ничего нового я не сказала. Потому что этот период проходит вообще все художники, все ютуберы. Даже если их контент реально безобидный, всегда найдется недовольный жизнью человек, которого кто-то там обидел. Но он не может ему ответить, поэтому он идет на ютуб и пишет свой хитерский коммент. В надежде испортить всем настроение. Но нам эти комментарии редко портят настроение. Так что, относитесь, ребята, ко всему чуть-чуть проще. Будьте добрее, проходите мимо подобного. Вот мы теперь точно будем так делать. Нам, честно говоря, наши нервы дороже. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на Инстаграм, на наш общий канал. На Перпин тоже можно подписывать. Спасибо, что вы услышали. Рассказывайте, с какими хитерскими комментариями или критикой хитерской вы встречались. Хорошего вам дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok